При помощи теоремы Хель я скажу, как решать вот эту задачу. Прием вполне несложен. Я смею сейчас сформулировать условия. Прямая пересекает, как говорит, о всех прямых. Но в данном случае вертикальные прямые мне неинтересны, поэтому мне интересны только наклонные прямые. Как записывается уравнение любой вертикальный прямой? Линейная улица. К, С, В. Правильно. И давайте еще раз проникнуть игру. К, С, плюс, В. Так. Вводим систему координат. Так что ось абсцисс горизонтальная, ось координат вертикальная. Действительно, вы правильно сказали. Любая не вертикальная прямая имеет вот такое уравнение. Это по-английски называется slow. По-русски называется угловой коэффициент. Это очень важная характеристика прямой. Может быть, на дорогах, как вы видели, там есть такое понятие наклон. Есть такой знак такой, да? Вот и пишут там столько-то или число. Вот в математике это, ребята, очень важно. Когда у вас есть любая прямая, вы представляете, вот такая прямая, то вы берете кусочек, любой отрезонтальный прямой, и смотрите, насколько он поднялся, и насколько он при этом стремился по-ризонтальному. Вот это называется изменение по ординате. Это изменение по абсциссии. Когда вы делите изменение по ординате на изменение по абсциссии, вы получаете тот самый угловой коэффициент. Отлично. Так вот, как сказать, что вот эта прямая, или эта муравь, ну какая будет, прямая с таким муравлением, пересекает отрезок. То есть, что есть? У этого отрезка есть ординате, какой-то бахатая. Есть нижний конец, пусть это будет называться бэкатой. Есть верхний конец, пусть это называется сэкатой. Так вот, неравенство записывается в крайне понятном области. Нужно, чтобы когда вы взяли прямую, и подставили вместо х акаты, и шоу. Ой, единственное, карди, взять здесь бэкцент, здесь, давайте, номер, пускай, ну, точка, и номер будет, он, начался, м. Когда вы берете новый бэкцент, и умножаете его на ам, и еще прибавляете б, то это должно быть больше или равно, чем бэкэнэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Давайте теперь посмотрим, как это нарисовать на плоскости с координатами К и В. Здесь очень важная идея для учебных школьников, она является презентивной. Как же это мы рассмотрим прямые, как точные? А между тем, в математике этим приходится заниматься очень часто. Это что-то трехмерное? Нет, дело не что-то трехмерное. Мы решаем задачу о прямых проектах. У нас задача будет так, докажите, что есть прямая, которая пересечет там все отлично. Знаете, прямую не обязательно рисовать или перепрямую. Можно взять и сказать, что прямая задается уравнением. Что-то мне пара числа. Потому что это все остальное, это как бы плюсики, все эти буквы. Это не самое главное. Главное – это вот эта пара числа. Поэтому прямую естественно представлять себе, как вот эти два числа, два коэффициента. Отлично. А эти два коэффициента можно прекрасно сложить по всем координатам. И у вас получается, что целую прямую удается представить в виде точки. Между прочим, вы станете чуть-чуть постарше и вы вдруг обнаружите, вот прямо на первом курсе университета точно уже начнется, а у кого-то и раньше, что функцию вас заставят представлять в виде точки. Рассмотрим непрерывную функцию. Она является элементом такого пространства функции. Нормально. А потом еще пройдет время. И пойдут обобщения еще следующего. Ребята, переход к следующей, следующей, следующей абстракции, как ни странно, часто помогает упростить ситуацию. Вот смотрите, здесь прямая, у меня же понятно, как она вывести. Ее трудно рисовать. А давайте посмотрим, что это неравенство означает в тех координатах. Вот давайте напишем. Б больше или равно. Б больше или равно. Интересно чего? Минус КАН. Да? Я прав? Минус КАН плюс БМ. Слушайте, а вы понимаете, что это на самом деле такое? Минус КАН. К это у нас предназначение. АН это конкретное число. Плюс БМ это конкретное число. Ребята, годятся все значения В, которые выше вот этой прямой. Ребята, это же тоже фактически неинтересно. Замечаем. Второе неравенство. Б наоборот, меньше или равно. Минус КАН плюс СН. У нас получается полоса. То есть прямые, о которых идет речь в задаче, то есть прямые, которые пересекают подряд, изображаются на плоскости, где его изображают прямые, в виде полосы. И получается такая задача. Если там три полосы, любые три из которых пересекаются, помните там, любые три отрезка можно было пересечь одну прямую, да? Это значит, что любые три полосы пересекаются, то в таком случае есть прямая, которая пересекает все вместе. Другими словами, все полосы пересекаются. Если любые три из полос пересекаются, то все полосы пересекаются. Для сегодня это утверждение доказываешь? Да. Это в точности теоремы Хелли, но и для полос. Мы это доказываем для любых выборов. Отлично. Разумеется, есть еще. Представьте себе, что на плоскость есть несколько точек, любые три из которых можно покрыть кругом радиуса 1. Докажите, что все эти миллион точек тоже можно покрыть кругом радиуса 1. Это н точек, но нет конечных слов. Можно покрыть кругом радиуса 1, то есть есть круг, в котором лежат эти три точки. Можно покрыть кругом радиуса 1, то есть все н точек. А точка двух букв и фигура? А точка двух букв и фигура? Почему? Ну, если на плоскости есть несколько двух букв и фигур, любые три из которых... Нет, я понимаю, а что в данном случае выполняет роль этих фигур? Мога точки-то прямые? Нет. Значит, пересечения? Нет, пока вы не узнались. Когда берешь любые три точки, найдется круг, которому принадлежат все три. Ну, это какой-то там странный круг. Это хели только наоборот. Что такое хели наоборот? Шереза полосы не больше двух, да. Не больше двух? Не больше двух. Потому что в круге могут находиться точки руль-менейной диаметрии. Значит, если мы возьмем здесь верхнюю нижнюю, то... То расстояние тоже будет не больше двух. Да? И поэтому у вас получается ответ, что можно все поместить в круг радиуса корень В. Опросили все поместить в круг радиуса 1. Не получается. То есть у нас диаметр получается 2. Нет, ребята, смотрите. Задача, вне кто-то смысле точная, это не задача какой-то более-менее грубой отсутствия, а задача абсолютно точная. То есть заменить условие единицу на чуть-чуть другое число, и у вас уже ничего не получится. То есть важно, что все тройки можно было разместить в некотором круге, а значит все точки можно разместить в круге того же радиуса. Не в корень двух раз больше, а того же. Любая ваша попытка накрывать какими-то вот такими штуками будет приводить к некоторой оценке. Но так мы получили корень из них. Может быть, может как-то похитрее, поточнее сделать оценку, но это будет все равно оценка. А просят точное число 1. Подсказка, задача крайне простая. Очень хорошая. Да. Задача совсем простая. Так один ученик, помните, вы говорили, что один ученик решил? Да. Так многие решили. Матеватическое. Так многие решили. Задача совсем-совсем простая. Я ее специально вообще рассказываю, потому что она, в некотором смысле, повторяет мысль, которая помогла нам решить предыдущую задачу. Помните, чтобы решить предыдущую задачу, мы изобразили прямую карточку. А вот чтобы решить эту задачу, вы должны понять, а вот когда речь идет о круге радиуса 1, на самом деле, что надо рисовать, когда мы имеем дело с таким кругом? Вот вам нужно задать круг радиуса 1. Что надо рисовать? Чем задается круг радиуса 1? Дай экран. Что есть вообще у окружных? Центр. Центр и радиус. Но если радиус вам уже сказали, то что осталось задавать? Центр. Значит, когда вы разбираетесь с этой задачей, вам совершенно неинтересно вот это. Ребята, вам нужно сделать следующее. Для каждой из н. точек надо ответить на такой вопрос. Где могут располагаться центры окружности радиуса 1, в которых лежит эта точка? Есть некоторая данная точка 1. И есть искомый центр О. Мы знаем, что окружность центра О содержит точку А1. Что это реально означает? То, что они стоят у А1, а точка А1. Что это меньше единицы, да? Да. Как это зарисовать? Как это зарисовать? Если мы знаем положение точки А1. Круг с центром А1 и радиус 1. А теперь перечитайте условия задачи. Мы рассматриваем круги одного и того же радиуса 1 с центром в эти н. И говорим, что по условию задачи, поскольку любые три точки лежат в круге радиуса 1, то построенные нами круги любые три штуки пересекаются. Но круги выплывут. Значит, по теореме Херин, если любые три пересекаются, то все пересекаются. А что значит, что все н кругов пересеклись? Это значит, нашла такая точка, которая от всех точек расположена не больше, чем на единице. А это и значит, что эта точка О – это центр искомого круга. Продолжение следует... Продолжение следует...